Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях археолог Владимир Игоревич Завьялов. Раскопки, раскопки и еще раз раскопки. Они сейчас идут в самом центре нашего города. К ним может присоединиться любой желающий погрузиться в мир истории, загадочного и неизвестного. Те реликвии, которые сейчас находят археологи, пролежали под землей более 500 лет. И сейчас впервые они вновь чувствуют тепло человеческих рук. Владимир Игоревич, представьтесь, пожалуйста, расскажите, чем вы занимаетесь сейчас и где. Я ведущий научный сотрудник Института археологии Российской академии наук. Начальник Переслава Рязанской археологической экспедиции. Наша экспедиция уже больше 12 лет ведет исследование Рязанского Кремля. В прошлом году закончился большой этап нашей работы. Мы завершили исследование житного раскопа между Певческим корпусом и гостиницей Черни. И в этом году приступили к работе на новом участке в южной части Кремля на улице Рабочих. Этот участок интересен тем, что до сих пор работы археологических здесь не проводилось. Поэтому в какой-то мере это терра инкогнито для нас. В прошлом году мы заложили рекондицировочный шуруп, такой небольшой раскопчик, для того, чтобы понять характер напластований, мощность культурного слоя. В том году была предварительная работа, она только началась, и сейчас вы углубились, да? Да, в прошлом году были очень небольшие работы, только для того, чтобы понять, что нас ждет. И в этом году мы разложили уже полноценный раскоп на 200 квадратных метров, для того, чтобы исследовать эту часть города. Так что вы там нашли, что ожидаете найти, может быть, дом, улица? Пока работа в самом начале. Конечно, хорошо бы было найти усадьбу, но пока то, что мы вскрыли, это, вероятно, достаточно позднее для нас, это, вероятно, 17 век, остатки сгоревших домов. А усадьба какая? Ну, желаю, усадьба, горожан. То, что мы видели на житном раскопе, мы хотели бы увидеть это и здесь. Пока, не знаю, пока посмотрим, что будет в будущем. Сейчас мы находимся где-то на уровне 16 века, может быть, начало 16 века. Это нам говорит керамика, которой очень много на раскопе. Ну и ряд бытовых вещей, которые рассказывают о жизни, о быте, о хозяйственных интересах и занятости горожан в этот период времени. Так, вот у нас много сегодня находок здесь интересных. Ну, это только малая часть, что я мог принести. И что вот можно о характере быту рассказать по ним? Ну, во-первых, многочисленные остатки, фрагменты вот такого стекла. Это голландские штофы или бутыли, которые поступали на Русь в 17 веке. Из Голландии? Из Голландии, да. Активно была развита торговля еще до Петровской времени. В Голландии, как известно, была даже московская компания. К сожалению, в этих напластованиях, которые мы сейчас скрываем, плохо сохраняется железо. И железные находки, которые можно было бы идентифицировать, немногочисленны. Ну вот, есть у нас такой железный ключ. От чего он? От навесного замка. Сам замок, к сожалению, не найден, но ключик от него есть. А что же у нас с железом происходит? Почему плохо? Верхние слои, они хорошо пропускают воздух. А воздух, в общем-то, железо окисляется. Чем глубже железо, тем лучше, по идее. Вероятно, да, потому что там будут более плотные слои, которые воздух не пропускают. Ну, возможно, вы найдете еще, да? Да, я надеюсь. Вот более опознаваемый предмет, наконечник стрелы. Воевали, наверное. Оружие было, может быть, охотничьи. Оружие тоже было известно. Из женских вещей, принадлежности женщины – это пряслица для придения нити, надевалась на веретено для устойчивости вращения. Ну и предмет, в общем-то, каждого человека в Средневековье – это или крестик, или иконка. Вот у нас есть такая небольшая иконка, которую носили с очень распространенным в это время сюжетом. Это Никита, побивающий беса. Кроме того, есть тоже еще одна иконка, но худшей сохранности. Пока вот надо отдавать реставраторам, они только смогут сказать, что здесь конкретно изображено. А вот что можно по таким предметам сказать о характере быта? Как раз кто там жил, может быть, понятно становится? Пока вещей не так много, чтобы говорить. Но если сравнивать с материалами жидного раскопа, то здесь все-таки жило более бедное, скажем так, население. Потому что мы видим и меньшее количество находок для этого периода. И находки, в общем-то, рядовые, нет ничего такого выдающегося. Хотя есть и очень интересная, например, детская игрушка, свистулька, уточка. Совершенно целая, она даже сейчас свистит. Вот такой есть. Из бытовых вещей вот есть еще и такой оселок для заточки ножей. Ну, то есть там обычные, скорее всего, деревянные дома были даже, да? Да, конечно. Весь город был деревянный, за исключением нескольких церквей. Каменные, соответственно, сейчас позднее. А вот по поводу вот этой находки? Да, конечно. Это вот, в общем-то, находка сезона, так считаю, пока, по крайней мере. Это горшок с надписью. Дело в том, что очень редко писали на горшках, конечно, потому что это была бытовая посуда. Она служила очень недолго, и для того, чтобы появилась на ней надпись, нужно было, конечно, какие-то определенные условия. Что интересно, что мы можем говорить, что гончары вот в это время были грамотные, поскольку эта надпись сделана гончаром еще до обжига. К сожалению, вошла она, досталось нам только несколько букв. Составить представление о надписи пока нельзя, но я думаю, что полиографы нам что-то подскажут, уже специалисты по древнерусским надписям. И когда была сделана эта надпись, и, возможно, что она могла бы означать, ну, это дело уже такого специального анализа. А почему редкость? Как ее наносили, вот такую надпись? Ну, это наносили каким-то острым предметом на глиняный горшок, пока он еще не обожжен, на сырую глину, по сырой глине. Ну, а редкость, потому что, я говорю, это, в общем-то, предмет, который служил очень недолго, и что-то на нем писать, это самый обычный предмет, не было в традиции. Хотя, конечно, известно, неизвестно, но их очень немного. Их очень немного. И для более раннего времени, в основном. А рисовали что-нибудь, может быть, на таких предметах? Нет, ну, горшки покрывались орнаментом, но чем позднее, тем орнамент беднее и реже. Более в раннее время покрывали и волнистым орнаментом. Ну, орнамент тоже был очень скупой. Это или волна на горшке, или линии расчерченные. Так что... Ну, вот расскажите, какой у вас дальше план действий, сколько вы будете проводить еще раскопки там, что вы хотите еще обнаружить? План действий у нас – это исследовать полностью этот участок. В этом году, вероятно, раскопки продлятся до середины, до конца августа. Ну, и в будущем году мы будем продолжать, потому что, конечно, перед нами еще больше двух метров культурного условия. Глубже будете копать? Да, конечно. Далеко вы хотите зайти? До конца культурного слоя. Это где-то около трех с половиной метров, как показывает. Это до какого века? Трудно сказать. Вот в Шурфе было слишком мало материала, но, наверное, 14-й. Наверное, 14-й. А дальше что? А дальше уже земляны, которые не подвергались воздействию человека. Это уже не наши епархии, это для геологов. Ага. Так, а где вы на территории Кремля планируете? Это улицы рабочих. Это вот въезд в Кремль. И сразу справа там вот виден наш железный забор, огорожен наш раскоп. Там мы и располагаемся. А к вам можно прийти как-то посмотреть или помочь? Ну, в общем-то, да, конечно. Можно и прийти, можно и помочь. У нас очень много помощников. Это школьники, главным образом, которые работают. Некоторые уже четвертый сезон на наших раскопках. Но они на энтузиазме? Им нравится? Что они вообще говорят? В общем-то, конечно. Главным образом, на энтузиазме. Потому что работа, скажем, непростая, в общем-то тяжелая даже, потому что и жара, и дождь, и ветер, все это приходится претерпевать. Все они находят находки, да? И куда же они потом пойдут? Все находки будут переданы в Рязанский историко-архитурный музей-заповедник. Спасибо вам, Владимир Игоревич, за такой экскурс в археологию прямо в центре нашего города. Приходите к нам еще обязательно. Вы тоже к нам приходите. Спасибо. Приглашаю всех к гаражам посмотреть и, может быть, даже поучаствовать в раскопках. Это была телепрограмма «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»